Продолжение следует... А Игнатий вам не ровнее, и вы сами это понимаете. Вот он, в отличие от вас, настоящий православный, драгоценный сосуд Божий. Некоторые отрезвятся и обратятся. Я ему пишу. То есть вы и есть тот истинный христианин? Он отвечает. Ты сказал. Я пишу. Может, научите, как стать истинным христианином? И на следующий день Евгений позвонил мне. Вот что получилось из нашего разговора. О, хорошо. Видно, да? Да, доброй ночи. Доброй ночи, Сергей. Ну, я так понял, это вы его в Ютьюбе давали комментарии, да? Да. Да. Я смотрел Игнатия, его ролики, твои ролики смотрел. Ну, и что вы хотите сказать? Что сказать? Какие у вас есть комментарии вообще? Сейчас я, секунду, я сейчас зачитаю. Вот Евгений Потемин. Комментарий к ролику. Вы пишите, значит, истинный христианин никогда не будет ни католиком, ни православным, ни протестантом, ни еще кем-то. А вы, плотские лицемеры и грешники, Игнатий, вам неровнее. И вы сами это понимаете. Вот он, а в отличие от вас, настоящий православный, благоценный сосуд Божий. Некоторые отрезвятся и обратятся. Вот вы пишите, истинный христианин не будет ни католиком, ни православным, ни протестантом. Вот и тут же пишите, вот он, Игнатий, в отличие от вас, настоящий православный. То есть вы говорите, что истинный христианин не будет православным? Я понял, я понял, Сергей, понял, отвечаю, я понял, отвечаю, как бы смущает это. Но это справедливое, как бы, замечание, я так и подумал. Дело в том, что Игнатий, он не христианин. Он, вот мое мнение о нем, он вообще, как человек, фанатичный во всем. Он фанатичный, чем бы он ни занимался. А православие, это православием он занимается, так же фанатично, как и изданием, там, комментариями. Вот сейчас реалити-шоу у него фактически в интернете с этими роликами, со съемками. У него очень много энергии. И я, вот просто есть свое сомнение, хочу высказать, я думал. Но если ты послушаешь, конечно. Конечно, послушаю, мне интересно. Дело в том, что я начну совсем не про Игнатия, а о том, что Евангелие, это благая весть. Это ни тебе, ни мне, ни Игнатию, ни еще кому-то. Ни в коем случае. Это душам. Это душе. Ни как не плоскому человеку. Люди воспринимают, как будто это вот Бог всех любит и хочет спасать. Это фактически, это хула на Бога. Что Бог всех любит, такого нет в Писании. Абсолютно. Бог не всех любит. Это дьявол садился и говорит, придите ко мне все. Он обманывает. Бог зовет только тех, кто... Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Я успокою вас. И научитесь от меня. Ибо я кроток и смирен с сердцем. Так Господь говорит. А кто труждающийся и обремененный? Это душа. Душа, которая в этой плоти. Плоть это тюрьма. Плоть. Пловеческая это не тело. Тело. Это тело. А плоть это плоть. Ну, если так полунаучно говорить. Плоть это как вот ДНК. Понимаешь, о чем я говорю? Нет? Сейчас, секунду. А если я вот... Может, давайте сделаем вот публичный мой этот ролик. Потому что интересно ваше учение такое. Ну, и ваше мнение тоже имеет, в принципе, место быть. Может быть, и как-то я не знаю. Тогда я по-другому разговор буду вести. Это я с тобой конкретно говорю. Нет, тогда я это и не знаю, если... Ну, да. С тобой и начнем, что ты сказал. Что не может быть христианином, я сказал. Христианин не может быть ни православным, ни католиком. Понимаешь? Православные, католики, баптисты, адвентисты. Много-много сейчас и динаминации. И всего-всего. Этому надлежит быть. Это неплохо и нехорошо. Это факт. Этому надлежит быть в этом мире. Кто это такие? Это народы духовные. Вот есть плоские народы. Есть французы, русские, грузины, армяне и так далее. Это плоские народы. Но есть время плоских прошло. Уже нету настоящих наций, национальностей, народов. Они перемешались, потеряли свое, и культуру теряют, и обычаи, и все. Их время прошло. Но сейчас духовные народы, вот что важно. Духовные народы это православные, католики. Это есть народы. И вот есть ученики Господа. Господь говорит, что вам, но знать тайны царствия, а иным в притчах. Это он в Израиле был, он в Израиле говорил. Он избрал себе учеников. И кому не открыто, понимаешь, перечитают тут многие проповедники, учителя, говорят, что Бог всех любит, что всех зовет, что все ученики, цари и священники. И ничего подобного. Есть у Бога ученики, которых он призвал, научил, отправил, послал учить народы, крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого. Что касается крещения во имя Иисуса Христа, никто не крестит в этих народах. Ни один народ не крестит во имя Иисуса Христа. Это истинное крещение в это имя. Ну, давайте я тоже буду сказать. Да, да, хорошо. Но у меня к тебе вопрос, серьезный вопрос. Я просто хочу от тебя тоже кое-что услышать. Вот есть... Ты же православный? Я православный человек, да. А. Вот я хотел бы от тебя услышать. Вот есть Евангелие, есть учение Христа. Евангелие. А есть православие, да? Это мощнейшая организация. С мощнейшими... Нет, это не организация, это люди, которые правильно славят Бога. Я понимаю, 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 но я договорюсь, можно. И вот я хотел бы тебя спросить. Назови, только искренне, понимаешь, искренне и честно, что общего, общего между Евангелием настоящим и православием? Покажи мне, пожалуйста. Ну, я еще раз говорю, кто такой православный человек? Это человек, который правильно славит Бога. Вот вы еще заметили, ну, как раз о тех людях, которые сейчас, как говорится, рассеянными. Ну, вы называете их истинами, да? Господь называет таких людей овцами своими. И Он говорит, что овцы мои слышат глаз мой и следуют за Мною. Вот именно это и есть те христиане. Те христиане, которые слышат глаз Божий, на которых почивает Дух Святой, дарованный им же опять от Господа. Вот, их, конечно, мало сейчас людей, но их, в принципе, всегда их было мало, потому что в Евангелии сказано, что во соль земли Господь называет эту соль малым стадом, опять же, конечно же, их всегда было мало. А то, что рассеянными сейчас по миру... Ну, православие, послушай, Сергей, православие – это миллионы людей, это немалое стадо. То есть миллионы людей – это под названием только православие, это как бы и структура. Под названием, да, а как же еще? А мы же разделяемся не по названию, допустим. По названию. Я, к примеру, тоже говорю людям, вы называете себя православными, а вы не православные. А сейчас докатились до чего? Называют себя православными, но мы православные, но в Бога не верим. А оно же, видите, оно же все настолько, как говорится, переформатировалось, что уже и краев не видно. Господь когда говорил, что я когда перейду во второй раз, найду ли вообще веру на земле? Потому что образуется столько, образовалось столько веры, что у каждого человека своя вера. Поэтому вот и следствие мы наблюдаем, следствие всего этого. Идут последние времена, сбываются все пророчества и слова Господни. И этому надлежит быть, и мы должны нормально к этому относиться, потому что в этом и есть замысел Господень. Сергей, все же мне ответь, что общего между православием, тем православием, которое ты считаешь правильным? Все же, что называется. Ну, я же ответил. Правильно славить? А что значит правильно славить? Правильно славить, это правильно, во-первых, исполнять заповеди Господни, которые нам дал Господь после своего пришествия. И исполнять все заветы, данные нам апостолами, написание Евангелия, благою вести. Исполнять, в общем, благою весть Господню. Ну да, исполнять, это все говорят, и баптисты так говорят, и католики говорят, все так говорят. Ну, а что общего? Что общего? Вот вы называете богослужения, там, такие одежды царские, короны, там, кодят, что только вы говорите. А зачем мне? Я, знаете, я вот уже лежу очень, ну, практически 14 лет лежу, да. Я не присутствую на богослужениях ни на каких. Вот для меня важна кровь и плоть Христового. Господь сказал, кто не будет есть плоти и пить крови моей, тот и христианин, в принципе, не считается, что ты не наследует Царствие Божие. Вот для меня вот, вот в чем суть моего православия, понимаете? Ну, значит, ты неполноценный православный, понимаешь? А в чем, в чем неполноценный православие? В православии, послушай, послушай, Сергей. Вот если серьезно, искренне рассуждать, то православным быть, это значит исполнять каноны, исполнять постановления, правила. Значит, вот быть православным, это очень опасно. Почему? Потому что если ты объявляешь себя православным, ты просто обязан это все сделать. Я все исполняю, все исполню. Если ты не исполнишь, я не тебя имею в виду, вообще так образно говорю. Если человек не исполнит, как это делают многие и многие, он под проклятие подпадает. Не от Бога проклятие. Не, а зачем нам все? Вы же задаете вопрос конкретно мне, и я отвечаю за себя, что я исполняю все православие, как преднаписано. Я лично исполняю. Я плачу даже десятину, которые сейчас вообще отменили православные. Ну да, отменили, а зачем, как плачут это? Я плачу по закону Божьему плачу, то, что нам Господь заповедовал платить десятину. Нет, в православии нету десятины. Как нет? В православии десятина всегда была до революции платилась. А сейчас нет революции. Почему? Ты относишься к московской патриархии? Потому что исказили православие, поэтому и нету сейчас. А настоящее православие, настоящее православие есть. Но ты все равно обязан подчиниться, потому что православие, оно есть дополнительные там каноны, они не сразу становление. Я подчиняюсь Богу. Я подчиняюсь Богу. И никто из православных мне не скажет, что ты не подчиняюсь Богу. Нет, нет, нет. Сергей, ты обязан. Сергей, ты обязан, если ты в православном. Давайте вы на очереди. Вы говорите, я отвечаю. Или я говорю, вы отвечаете. Чтобы нам не вместе говорить. Пожалуйста, я скажу. И учит, что надо приносить десятину в храмы. Но людям это не нравится. Да я понял. 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 Вообще мы не туда с вами ушли. Это разговор такой уже. Ну как такое? Господь сказал, принесите все десятины в дом мой. Вы обкрадываете меня, говорит Господь. А какое такое? Нет, в Евангелии нет этого. Сергей, спасение. Послушай меня. А вы знаете, что Господь не отменял. Христос, когда пришел, Он сказал, я пришел исполнить законы, понимаете, но не нарушить. И в Новом Завете не нарушаются законы десятине. Потому что Господь сказал, что я пришел исполнить, а не нарушить. И этот закон остается в целостности. Потому что он исполняется, а не нарушается. Так что запретов в Евангелии нету на то, чтобы люди не платили кистины. Да они время делать не в запретах. Я не в запретах. Ну а с чем с демоктом? Это в вере. Господь отменил закон. Но не вообще. Закон он сейчас. И не придет ни одна черта ее, пока не исполнится все. Он собой отменил. Подумай, Сергей. Это серьезные вещи, я тебе говорю. Он собой отменил. Вот сейчас Израиль под законом, но ни храма нету. Они не могут исполнить закон. Они мечутся. Они и субботу исполняют. Я объясняю в назидание. И в понимании о том, что я говорю. Господь собой отменил. Причем все отменил. Весь ветхий завет. Все заповеди. Все он отменил. Собою. Кто во Христе. Понимаешь? И вот что такое веря? Я попытаюсь тебе сказать. Примешь? Примешь? Нет, значит нет. Но я тебе очень важную вещь скажу. О спасении и о вере в Иисуса Христа. Что есть вера вообще в Иисуса Христа? Вот думают, что вера в Иисуса Христа это поверить, что Господь был в мире, что пронес себя в жертву за грехи, что веравшие в Него, чтобы не погиб, но имел жизнь вечную. Они понимают, что значит веровать в Него. Вот тебе объясню. Попробую так, чтобы попроще. Вот я, например, живу и слышал. Я же раньше православным был. Но таким православным, как... Я даже свечки не ставил. Даже там в храме. Ну, считал себя право. Я в детстве крестила меня бабушкой. Я считал, что это... Да, что может быть другого? Я как-то... Я в Москве раньше жил и работал с одной ассирийкой. Я когда ей сказал, что о вере и о православном... Она говорит, а у нас не православная вера. Я говорю, так не православная вера. Я вообще не представлял, что что-то другое есть. Только православные и все. И поэтому я говорю... Потом я познакомился с баптистами, познакомился. Как-то общался. И не то, чтобы я не крестился у них ничего. Но дело в том, что душа, душа моя, твоя, но не всякая, понимаешь? Не всякого. Вот только душа, которая пруждается и обременена чем? Вот этой плотью и греками. Он пришел спасти людей своих и всех своих от грехов их. Понимаешь? Вот ты, если хочешь, душа твоя хочет спастись от грехов, то тебе нужен тогда Иисус Христос. Тебе нужна благодать. Благодать Его спасена. Понимаешь? Чтобы спастись от грехов, желания души. Но вы мне рассказываете про Писную истину, это в первом классе рассказываете. Вы по делу конкретно ничего не говорите. А я тебе по делу. Если, значит, ты не понимаешь, о чем я тебе говорю. Да нет, я это давно уже понял, очень давно понял это. Но я все-таки тебе доскажу то, что я хотел сказать. Потому что ты, как православный, ты не понимаешь, что значит веровать во Христа. Я не верую, я живу им. Я Христом живу каждую минуту в своей жизни. О чем вы говорите? У меня нет ни одной минуты без Христа в этой жизни. У меня молитва постоянно. А тогда, Сергей, объясни мне, что значит живу? Что значит живу? А то, что уже не я живу, а живет во мне Христос. Очень, очень хорошо. А что это значит? А то, что я уже думаю, Христос, любая моя мысль, любая моя мысль подлежит сомнению. Я думаю, а что бы по этому поводу Господь сказал? А что бы в этой ситуации Господь сделал? Понимаете? Я уже не своим умением живу, а тем, чем живет Господь. Очень хорошо. Очень хорошо. А что значит Христос в тебе живет? Это что в тебе живет? На мне Господь живет, а я в Господе живу. А что есть жизнь вообще? Ответишь тогда? Спасение души, что есть жизнь. Жизнь? Да. Ну, жизнь это тело. Вот сама жизнь это тело. Я не знаю. Для меня жизнь не тело. Для меня уже 14 лет жизни не тело. Моя тело полностью парализовано. Оно состоит из боли, понимаете? Я живу одной душой. Я смотрю на мое тело, и мне кажется, что это не мое, это какой-то предаток лежит, понимаете? А вся моя душа это отдельное... Сергей, можешь мне не разжевывать. Я вот одна фраза, и я уже понял. Я тебя понимаю. И мое тело, это жизнь. Мое тело, это жизнь. Но она временная жизнь. Она тленная. Она приходящая, меняется, и стареет, и болеет. Вот это жизнь, которая дана душе. Но есть другая жизнь. Вот это Евангелие, благая вещь, что есть другая жизнь. Вот это тело, оно плоти крови Царствия Божия не наследует. А есть плоти крови Христа. Вот в этой плоти крови душа, это храм Отца. Вот это Христос. И душа соединяется с Духом Ца, Бога. Понимаешь? Вот так происходит новый человек. Рождение нового человека внутрь нас. Внутри христианина. Это внутренний человек. Он возрастает. Христос в нас, Он живет. Вот так, если в тебе происходит, значит, ты христианин. Христиан не так уж и много, понимаешь? А что нам мешает быть православными христианами? Правильно, правильно славить Бога. Если мы с вами как бы договорились, мы христиане правильные. Да, что нам теперь мешает правильно славить Бога и назвать себя православными? Ну, тогда скажи мне, вот, богослужение, да, в православии, это на самом деле ты считаешь, что это евангельское богослужение? Скажи мне, вот, правильно ли? Ну, я не знаю, если люди от сердца служат литургии, то я думаю, это правильно, потому что в небесах все равно происходит литургия. Да это компромисс, какой от сердца, не от сердца служат, от сердца и буддисты, от сердца, все от сердца, понимаешь? Вы знаете, ко мне этот вопрос даже приложить нельзя, потому что я не присутствую там. Вся моя литургия проходит здесь вот у меня, говорится, в моих четырех стенах, вся моя служба Богу. Ну, ты считаешь, я тоже не присутствую, но я считаю, что это абсолютно не богослужение там происходит. Там ничего нету евангельского. В Евангелии нету ни архимандритов, ни митрополитов, ни вот эти одежды царские. Почему же? Почему же нету? Господь положил иерархию, апостолы создали иерархию между другом. Это? Были у них старшие и младшие в служении их. В Евангелии только дикона, свитер это старший брат, старейшина. Ну, а есть же иерархия, есть. Митрополит, посмотри там в Яндексе где-нибудь, что такое митрополит, откуда он взялся? Ну, я понимаю, я к нему. Что такое патриарх? Что значит патриарх? Ну, я удивляюсь, Латкин Игнатий, он патриарх, ну, злословит там кодла вокруг него, да и он какой там волк, и ты это все слышал. А я удивляюсь, ну, они чего-то боятся, я не знаю, и они уже давно отлучить должны, по идее. Он злословит вообще злословящие родители, а называет патриарх это отец. Отец такой-то, отец такой-то, вот эти названия своего брата, там, священника батюшка называют. Вот эти батюшки, матушки, патриархи, это все не евангельское, понимаешь, это все сверхнаписанного. Вот эти все каноны, вот эти все правила, это загрузили людей, вот эти все предания, вот эти, как их, житие насочиняли, половина правды, половина насочиняли. И этим самым Сергея уводят, уводят людей, уводят души от Христа, от покаяния. Это, вот сейчас возьми православные, кого не спроси в основном, в основном православные, они и в храмнику, но он православный, он думает, что он спасается. Они обмануты, люди обмануты, а в этом Игнатий говорит, что людей обманули, они обмануты и все. Но вот православные, правильно славить. Что значит славить? Где написано славьте правильно, где написано православный, нету ни баптистов в Евангелии, ни католиков. Вот католики в свое время прокляли православных, а православные прокляли католиков, потом они как-то помирились. Мерзость, в католицизме мерзость, в православии мерзости полно, шаманство. Это же колдовство, вот бегают вокруг этого, алтарь, вот это все. Это понятно, все. Да, вот эти ритуалы. Мы расширили учения именно от апостольских времен, когда апостоли вышли на учение, учить народ. Они же привлекли еще больше апостолов. От них пошли ответвления. И потом стали люди, которые назывались, которые учили. От этого, понимаете, и идет православие с первого века. Оно как бы в людях и прославлено, это правильная вера. Сергей, мы сегодня живем, мы даже не знаем, что было тогда, понимаешь. Тогда у них противоречия были. Вот я для интереса посмотрел недавно про Златоуста, Ян Златоуст, да. Это в прошлом философ, это в прошлом оратор, это талантливейший человек. Потом он обратился в православие. И у него, конечно, очень грамотные и как бы истолкования писания. Но там не духовные истолкования. Понимаешь, вот ответь мне на несколько вопросов, да. Может, ты поймешь, о чем я говорю. Вот кто твой ближний? Это очень важно. Возлюби ближнего, как самого себя. Вот кто твой ближний? В данный момент я мне сейчас находюсь, кто ты ближний и кто мой ближний. Так. А что значит, кто, если вас ударили по правой щеке, обратите и другую к нему? Я не понял, как вопрос, ну... Ну, что это означает? Это духовно. Это духовно надо разуметь. И это без откровения, это непонятно, что это значит. Понимаешь? Ты же не знаешь, что напрямую подошел, кто садал тебе по щеке, а ты ему подставил. Какое слово можно назвать? Незлобие, и все. Ну, это же... Это примитивно очень. Ну, я по-простому так. Ну, даже не злобие по-простому. Ну, если хочешь, я тебе скажу тогда. Если ты готов послушать, например, может... Теперь-то и не интересует. Сказать? Ну, скажите, скажите, конечно. Вот кто ближний, ты не можешь знать этого. Я не могу знать, кто мой ближний. Это открывает только Отец Небесный. Бог открывает, кто мой ближний. Вот как дошли, когда Господа спросил, кто мой ближний. Вот Господь ему сказал, и ты поступай так же. Дело в том, что человек, который шел в Иерусалим, на него разбойники напали, по-моему, обобрали его, избили. И с Иерусалима шел священник, прошел мимо, да? И Левит шел, тоже мимо прошел. Представляешь, израильтяне, священник. Понятно, вы приукрасываете быстрее, я понимаю прекрасно. Хорошо. Не украшайте особо. Я знаю, кто такой Левит, кто такой священник, или это самое. Я понимаю. Вы суть мысли, вы сказываете. Суть та, что ближних может у человека и не быть. Ближний – это тот, кого указывает Бог. И враг, и враг, и враг. Господь к врагу, если даст любовь, то не чуждайся этого. Специально врага не люби. Если он враг тебе, но враг и враг. Но будьте в мире со всеми. Понимаешь, а если к врагу даст чувство доброе, потому что добрые дела в Боге соделаны. Понимаешь, всякое даяние благое от Бога исходит. Вот всякое чувство в человеке доброе, это Бог дает. Но человек, если он по плоти духу противится, вот по плоти ему не хочется этого сделать. И вот борьба идет. Бог дает одно чувство, но чтобы этого сделать, нужно в жертву себя принести. Каким образом? Поступить противно плоти своей. А если по плоти ты не поступишь, ты доброе дело не сделаешь, потому что плот духу противится. Закон греха и смерти в плоти. И она всегда будет говорить, да, это времени нет, или трудно. Да зачем тебе это надо, да это плохой человек. Или еще будет всякое уводить тебя от доброго дела. Но дело христианина поступить уже именно доброе. Вот так человек находит в себе, когда Господь поместил, от одной крови произвел весь род человеческий и расселил по всему лице земли, дабы искали... Опять уходите, давайте вы... Потому что если говорите, то давайте мне на рецензию, я буду отвечать на это, ну, на вашу эту реплику, да, допустим. Вот, вы говорите, что Господь дает мысли человеку, да, расположение. То есть если Он посылает человек, то Он дает и расположение к этому человеку. Объясню силу. Сила – это чувство. Дает эти чувства, да. Да, я вот свое высказание по этому поводу даю. Это такое понимание веры, это в мусульманстве, понимаете. Это мусульманинам хорошо быть. У нас совершенно другое понимание веры. Для нас любой человек, посылаемый Богом, вот, это просто человек. И Господь ждет нашего расположения к нему и наблюдает над нашим сердцем, как мы ведем к тому или иному человеку. Вот в чем есть вера наша православная. А то, что нам Господь дает там какие-то чувства, такого нету. Господь нам дает полную свободу и уже наблюдает за нашей свободой. Вот так и можно сказать. Сергей, я где-то понимаю твои рассуждения, твое, как бы, восприятие. Ну, есть Евангелие, понимаешь. Твое объяснение. Я только по Евангелии рассуждаю. Есть учение Христа Господа, Иисуса Христа. Да, где Господь говорит, где Он хочет всем спастись. Господь же хочет всем спастись. Как, чтобы всех спасти хочет? Да, Господь хочет, чтобы все люди спастись. А где так написано? Ну, только написано в Евангелии. Нет, написано так, что Господь не желает, дабы кто... Нет желания, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покоению. Вот написано, вот конкретно, вот так написано, хочет всем спастись. Так вот написано. Ну, чтобы все пришли к покаянию. Чтобы все спаслись, да. И мне так не написано. Сергей, я с языка, знаешь, вот я уже удержал себя несколько раз, как бы, брат Сергей сказать, да? Я удерживаю себя, так сказать, но почему-то во мне такое есть. Спастись Господь не желает, чтобы погиб кто из грешников. Понимаешь, вообще это о церкви говорится, не об этом мире, понимаешь? Не о мире молю. А вот кто в собраниях, да, в собраниях, кто в православии, у баптиста, протестанты, все. Вот эти, кто уверовали, верующие, понимаешь? Вот чтобы кто из них не погиб, Господь не хочет. Но чтобы все пришли к покаянию. Господь говорит, мир мой даю вам, да? Да, ибо так Бог возлюбил мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы верующий в Него не погиб всякий, но имел жизнь вечную. Понимаешь, что мир возлюбил не этот мир. Этот мир омерзительный, он очень злой. Князь мира сего, дьявол, вот этого мира. В этом мире, фактически, духи, миллионы, миллионы духов, они правят этим миром. Дьявол дает славу, кого он хочет. Вот политики, артисты, спортсмены, кто бы ни был, это все духовные царства. Все царства преданы мне, говорит дьявол. Все царства мира преданы ему. Понимаешь? И славу их он дает, кому хочет. Он дает всякие там артисты, звезды. Это все славу дьявол дает. Они говорят, что вот Бог дал талант, все. Это удачу желают друг другу. Все это дает дьявол в этом мире. А Господь сказал, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, даю вам. И вот он ученикам это сказал. И вот этот мир он возлюбил. А исполнять заповеди, это не есть правильный славу. Мы читаем не только писания, у нас есть и предания. Предания у всех есть, у католиков есть, у баптистов эти предания. И свидетели к чему? Зачем не католики, когда я православный? Я спокойно парю в своей вере православной. Я чту святых отцов, чту апостолов, чту Господа моего. Я, основываясь на этой вере в совокупности... Сергей, Сергей, ты святой? Я хочу стать святым. Когда ты хочешь стать святым? Когда канонизирует тебя, что ли? Нет, я хочу, когда меня Господь светом своим отзовит, я стану святым. Станешь святым, да? Что это для этого должно быть? Как это должно произойти? А сейчас ты не святой? Я не могу о себе такого говорить. Как в нем? Ты обязан знать о себе. Как это так? Обо мне люди некоторые говорят, что я святой. А ты не веришь, да? Я не верю. Я хотел бы верить. Но пока я еще маловато для этого. А кто святой тогда? Вот из православных. Я не знаю. Господь сказал, не судите до выемена. А это не, 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 подожди. Кто святой? Патриарх ваш святой? Да мне зачем вообще его? Патриарх вашей, Сергей, ты что творишь? Если он патриарх, да, отец всех ваш, вас, и он если не святой, то это ужас. Если ваши священники, они не святые, то это сборище сатанинское просто. Это надо реально и искренне на это все смотреть. Это не так, чтобы вы как привыкли все. Ох, я такой грешник. Да если грешник, тогда кайся. Или что с тобой? Кайся. 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 Каждую минуту каясь. Да, это болтовня. Ты грешник? Ты грешник, Сергей? Я страшный грешник. Ты страшный грешник? Тогда писание не читай. Читай своих каких-то преданий, каноны. А писание нельзя тебе. Писание написано послание святым. Понимаешь? Святым. Письмо это святым. Если ты святой, ты открывай и читай. А если ты не святой, это не тебе письмо. Вот пишет апостол Павел, святым, избранным, призванным. Если ты не призванный, если ты не святой, то поданьте и читай. Будь искренним. Будь честным, Сергей. А вот эту просьбу... Вы давайте мне хоть слово-то говорите. Вы все говорите и говорите, а мне что-то никак не даете. Я к кому пришел? Он же как сказал, я пришел не к здоровым, а к больным. И говорил-то он не к здоровым больным, не к святым огрешникам он говорил. Вот я как грешники читали его слово. А я понял, не разжевывай меня. Ты все напутал, Сергей. Все напутал. В чем напутал? Он пришел тогда пришел. Тогда пришел. А нам возвестили уже. Мы поверили по слову, из Евангелия, по слову их. О них только молю. Но о верующих, по слову их, Господь, когда отцу молился, то он говорит не только о апостолах. Вот я и дети, Господь говорит, которых ты дал мне. Чтобы Господь сохранил. Не прошу тебя взять их от мира. Но чтобы ты сохранил их в мире. Кто не погиб из них. Но не о них только молю. Но о верующих, по слову их. И вот по слову их. А слово их записано в Священном Писании, в Евангелии. И вот если ты уверовал, если ты крестился, ты уже святой. Да, вы там же и курите, и пьете, и напиваетесь, и празднуете там всякую застолье. Ну, ужас. У меня нет никаких застольев. Я даже телевизор не смотрю. Представляю. У меня даже паспорта нет. Точнее, он есть у меня. Я в нем не расписывался даже. Понимаете, как? Ну, ты о себе рассказываешь, как... От лица православия. Да, я православный. Я говорю от лица православия. От чего лица? Ну, священники, они как бы... Не, они зачем? Я называю себя православным. Я и говорю православным. Они братья твои, Сергей. А по поводу... А по поводу святости... Они братья твои. Послушайте, послушайте меня по очереди говорить. По поводу святости. Господь нам сказал... Господь научает нас, будьте святы, как Отец ваш свят. Да? Ну, это же не значит... Он же не сказал, что вы святы, как Отец ваш свят. Он сказал, будьте святы. Вот мы и стремимся к святости, как Отец наш. Мы стремимся к ней. Ну, Игорь, и что, и когда это совершится? Я не знаю, когда это совершится, но я стремлюсь к этому. Ты вообще понимаешь, о чем ты говоришь? Понимаю, конечно. Осознаю нас... Сам ты понимаешь, ты стремишься к святости. И что такое святой вообще? Кто такой святой? В ком святость, в ком Христос, он святой. Который освящен словом. И осветил вас словом истины, которую проповедовал. Заповедь новую даю вам. Любите друг друга. Я понимаю. Ну, а вот смотрите, нарушая хотя бы в одном, понимаете, вы тут же становитесь грешником. Ничего подобного. Это, знаешь, грешником. Я не грешник. Да как же, как же. Я не грешник. Как же вы не грешник. Я... Вы осуждаете тысячи, миллионы людей, осуждаете. Не осуждаю. Осуждать что я? Осуждать я бы... Вы суд уже произвели над миллионами людей. По крайней мере, не зная из них даже одного процента. Понимаете как? Вы сказали, что они никакие христиане. Вы их даже братьями не можете назвать, потому что себя возомнили. Я понял, отвечаю. Не рожевывай. Мне не рожевывай. Я отвечаю. Судить и рассуждать. Духовный судит обо всем. Понятно? Духовный судит обо всем. Что значит судит обо всем? Правильно. А о нем судить кто не может? О духовном. Почему он так живет? Почему он так говорит? Поступает. Потому что он безумный ради Христа. Он безумный для этого мира. Ради Христа. У него нерациональная жизнь для этого мира. Но, думаю, ты это понимаешь. А ты говоришь, я сужу, я осудил. Да, я рассуждаю. Не зная людей. Не зная причем. Я... Мне-то страшно... Ютьюбе в этом осудили. Не зная меня абсолютно. Понимаете? Ну, если честно, а все должно быть честно. Я где-то хотел зацепить пожестче, понимаешь? Жестче, чтобы ты среагировал. Понимаешь? А если так... Ну, это я искренне говорил. Потому что лицемерный, и я лицемерный. Понимаешь? Но закваска лицемерная, бойтесь, Господь говорит, все лицемерные люди. Обязательно. Нет ни одного. Да. Никого. Вот поэтому я сказал. И меня сердце не судит в том, что и слово не судит. Лицемерный и грешный. Ты грешный. И я грешный. Но я святой. Грешный. А грешный, потому что согрешаю еще. Я несовершенный. Воскресение внутрь не совершилось. А грешник и грешный, это я внимательно слушаю. Это не одно и то же. Понимаешь? Грешник, это который в себе любит грех. А грех в человеке... Я это понимаю. Да слушай. Хоть ты понимаешь, все равно дослушай. Грех в человеке, это дух нечистый. В человеке по-разному. В одних больше, в других меньше нечистых духов. И вот душа, душа, сейчас внимательно. Душа, это фактически дух женского рода. Понимаешь? Душа. Она по сути своей, душа, внимательно сейчас, не протився. Душа, душа вот моя, душа твоя. Она в принципе, в принципе в своем, она рабыня. Рабыня духа обязательно. Но когда она рабыня, духа Отца Небесного, Бога, она тогда свободная. Почему? Потому что дух любит ее. Вот это любовь. Вообще, жена должна быть во всем покорно подчиняться. Написано, тайна сия велика. Понимаешь? Покорна во всем должна быть, как Господу. Тайна сия велика. И вот наша душа, она невеста сперва, духа. А потом во Христе, она только во Христе, через Христа она приходит к духу. И она почему свободна? Потому что она любит. И дух любит. Любовь. А душа, которая любит нечистых духов, там всякие грехи вот этого мира, становится там наркоманами, пьяницами, там прелюбодейство и так далее, воровство, тщеславие, деньги любят и так далее, и так далее. Много разных духов. Кто-то художник, кто-то композитор. Это уже не злые духи. Вот нечистые духи, нечистые духи это не обязательно злой дух. Есть даже меньшая часть из них злых духов. А остальные это художники, поэты, писатели, там композиторы, архитекторы, ученые. Понимаешь? А человек плотян, продан греху. Кто? Душа. Родителю грешили. Мои грешили, твои грешили родители. И они через вот это ДНК, понимаешь, они вот сейчас открыли, хотя по сути не понимают, что это такое. Вот это способность, способность, доступ этих духов к душе. И вот человек не обязательно станет, если кто-то был пьяницей, но ему всю жизнь приходится бороться, чтобы в этом пороке... И это очень важно. В конце сейчас вот эти рода, которые, предки, все, они ждут. Как же их дети поступят от плоды этих деревьев? Что же они принесут? Если он победит, то твои предки, понимаешь, они вздохнут, скажут, что Господь когда говорит, что он искупил нас, искупил, понимаешь, ценою. Как искупил? От рода искупил. Если ты христианин, это дерево принесло плод в конце своего существования, понимаешь? А дерево это твой род, и вот это дерево спасется. Сейчас весь вот там умершие твои предки, они смотрят и говорят, если они видят, я не знаю, они говорят, Сережа, держись, Сережа, от тебя зависит, в огонь наше дерево наш род кинут или спасется. Это тайны, я тебе говорю. Ну, у меня была такая вера, но у меня по этому поводу тоже сомнения есть, конечно. Я, допустим, не верю, что вот такие люди, откровенные грешники, могут спастись через такого вот человека. И в прошлом? Ну, в прошлом, да. Да не все, не все. Твой род это не знает, что все. Нет. Вообще, будьте, когда написано, пути Господни неисследимы, да? Вообще, что такое дети обетования? Если ты, вот сейчас, ты же не просто вот так случайно родился, случайно там жил, случайно, и вот что-то произошло. Ничего случайного нет. Значит, если ты христианин, то еще до рождения ты христианин, понимаешь? Христианин – это помазанник. Вот ты родился, да? Маленький был еще. Даже родители не знают, кто это. И тем более не знаешь, что это за ребенок. А это уже душа от Бога или нет? Послушай дальше. И вот этот маленький ребеночек, когда растет, он приобретает совесть. В нем формируется совесть. И вот эта совесть, он в детский сад ходит, родители, может, не ходит, в школу, все. И формируется совесть. Если даже рядом они растут, два брата или сестры, то у них разная совесть все равно будет. Потому что они по сути разные. А совесть – это соответствие вести. Вот ты от отца услышал что-то там, от матери. Это пища духовная. Это формируется совесть. Ты можешь ответить, отец говорит, это плохо. А ты в себе подумал, да, плохо. Уже совесть формируется. Пап, а что-то сказал, это хорошо, а ты – нет, не хорошо. Ты не съел эту пищу. Во дворе что-то сказали, по телевизору, в книге прочел. И вот сформировалась у тебя совесть там лет к 20, к 40. У кого как? Сформировалась совесть, да? И ты где-то стараешься жить по совести. Но не все. Некоторые через совесть переступают. Они прожигают совесть. Свою совесть прожигают. Эту совесть прожигают, становится все хуже. Нечистый, да, скверняется еще. Это чистивый, грешник. Они хуже становятся вообще с возрастом. Все гадше и гадше. Но что происходит? Когда душа слышит Евангелие, когда уверует во Христа, а Господь говорит, очистивши сердца от порочной совести входить, кто происходит? Вот эта совесть, которая у меня накопилась, допустим, вот я примерно к 30 годам, даже к 32 где-то я уверен. Вот эта совесть, которая у меня была, ее не надо исправлять ни в коем случае. Ее надо очи, полностью порочная совесть. Всякая совесть порочная. Твоя, моя, нету совести истинной ни у кого. Она порочная не значит, что она плохая. Она с пороками. Ты на плохое можешь говорить плохое, на хорошее хорошее, но все равно она порочна. Порочная это значит с изъянами, понимаешь меня. А ты должен приобрести другую совесть, ты уже христианин. Совесть, что соответствует Евангелию, Благой Вести. Вот эту совесть ты обещаешь Богу, добрую совесть. А добрая совесть, это вся жизнь твоя становится по доброй совести, стараться жить по Евангелию. Вот что добрая совесть. Это не то, что измениться, ни в коем случае, не перемениться, отвергнуться себя полностью, не частично, что вот человек, ну нормальный человек подумает, что вот это плохо, я воровал, не буду воровать. А вот это я хорошее, там люблю племянников, соседей, я хорошо отношусь. Все-таки этот друг мой, что он теперь другом моим не будет. Такие понятия, что-то хорошее в себе оставлять, потому что написано, если свет, который в тебе тьма, какова же тьма? Понимаешь, вот человек, который в себе хорошее, думает, что он где-то добрый, где-то помощник, где-то он работящий, вот как Игнатий о себе, ну столько он думает, что он такой-такой раз такой, такой заслуженный. Ему Христа очень трудно будет принять. Вот как апостол Павел, когда он был саввом, он говорит, я все почел за ссор. Понимаешь, это апостол Павел говорит, который воспитывался у многого малиила, ну ты читал, кто такой апостол Павел. А потом в другом месте он говорит, все почел за тщетую, бесполезно, обрезание, что он иудей, вера иудей, что он фарисей, что он еврей, что он непорочный в законе, непорочный в законе, он это почел за тщетую, ради приобретения Христа. Понимаешь, всего надо отвергнуться. И говорит, написано, это вычитается так, ну да, конечно, но кто это сможет, вот если так будешь думать, я не про тебя говорю, я вообще это как бы, в общем говорю, если человек так будет думать, он ничего не достигнет. Кто не возненавидит мать свою, отца своего, кто возненавидит всех, понимаешь, и детей своих, и отца, и мать, и братьев, тот не может быть учеником. Сергей, ученики, это не народ. Народ, они, ученики, это те, которые учит Господь через откровения, вот эти, которые, ты читаешь, толкования, да, святых отцов, они толкуют очень философски, очень грамотно, я послушал записи, да, очень, труд большой, но откровение должно быть, понимаешь, откровение, что это значит, потому что писание писалось Духом Святым и не этим умом. Царствие Божие превосходит всякое разумение, собери всех академиков мира, докторов, всех мудрых, и они, писание, они не поймут, что написано, только откровение, а откровение Господь говорит ученикам только, Он открывает, понимаешь, открывается, Он себя открывает, кому? Невесте открывает себя, жених, все духовный смысл имеет, а возьми католицизм, возьми протестантов сейчас возьми, вот харизматов, ты, наверное, смотришь в интернете, какой ужас там происходит, они что же считают, что вот они нашли Бога, нашли Христа, что они делают правильно, они прославляют Бога, ты спроси их, они уверены, что они правильно славят Бога, прыгают, валяются, хохочут, они уверены в этих, их дьявол обманул, весь мир обманул дьявол, Сергей, весь мир он обманул, весь мир, он князь мира сего, он правит в этом мире, ты хоть что-то понимаешь, о чем я тебе говорю? я понимаю, как раз, ну, скажи что-нибудь, ну, по этому поводу я согласен, конечно, ну, по поводу народа, божьего, да, правильно, Господь говорит, кого я узнал, того и предыбрал, то есть, естественно, Господь знает уже заранее, кто станет его, а кто нет, конечно же, вот, и, конечно, не может быть целый народ, допустим, сейчас русский народ, 20 миллионов, там, давайте православным, конечно, они не православные, а народ Божий, именно, вот он сейчас рассеян по всему миру, рассеян, и мы же все-таки являемся Божьим народом. Кто, кто, кто Божьим народом является? Только Израиль Божий народ, все, он его создал. Если по национальности, то Божий народ, это только Израиль. В Христе уже нет ни Елена, ни Иудеи, а именно. Да, да, во Христе, нету патриотов русских, там, украинцы, там, всякие там, грузины, армяне и так далее, нету, Сергей, если ты, христианин, ты не можешь быть патриотом, твоя отчизна на небе, ты не можешь переживать и болеть, там, за Россию, а француз за Францию, а украинец за Украину. Понимаешь, и легче жить. Христианину в этом смысле он свободен. Понимаешь, свободу дает Господь. А это все, вот этот патриотизм, это по плоти, я тоже, я патриот, я сын офицера русского, понимаешь, и у меня брат офицер, другой брат офицер, я сам патриот был, я и сейчас бы был, и сейчас у меня слезы накатываются, когда я смотрю некоторые вещи, но это плоть еще у меня, она еще, я не умер еще до конца по плоти, понимаешь, и иногда вот эти вещи, всякие патриотические, даже музыка заиграет, меня касается, но я знаю, что это не Христос во мне переживает, это Адам во мне переживает, вот это плотский Адам, вот он патриот, понимаешь, вот он переживает, вот это плотское, это не есть худое, не есть плохое, это не плохое, но это не Христос. Я не патриот, далеко не патриот, потому что я нахожусь в таком состоянии уже много лет. У меня смерть, вот буквально вчера у меня были сильнейшие почечные колики. Кто знает, что такое почечные колики, вот у меня кровь до сих пор из мочевого, из почек идет кровь до сих пор. То есть предсмертно. У меня в любую секунду могут почки остановиться. Какой уж там мне патриотизм. У меня одна молитва Бога, чтобы он не помянул грехов моих на суде своем и пройти мытарство. У меня вот весь патриотизм, чем заключается. Я понял, Сереж. Каждый христианин должен находиться в таком состоянии, а кто помнит о смерти, тот и грешить перестает. Нет, нет, помнит о смерти. Все знают о смерти и помнят, и буддисты помнят, и все-все. Сергей, это басни, басни человеческие помнят. Грешить перестает тот, кто возненавидит грех, кто хочет от него освободиться. Рожденный от Бога не грешит, но хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Лукавый. Лукавый, это не там где-то летает или здесь. Это лукавый, это я лукавый сам, ты лукавый. По плоти мы лукавые, понимаешь? Но избавь нас от лукавого. Избавь нас от самих себя, понимаешь? Меня от меня избавь плотского, лукавого, понимаешь, лицемерного. Избавь. А как можешь избавить? Он дает, Господь, благодать. Дает сына своего. И вот если душа моя прибудет в сыне его, вот тогда она, вот смотри, как бы обители, вот здесь плоть моя, тюрьма души моей, а здесь Христос. И вот душа во Христа, когда входит, она тогда свободна от этого, понимаешь? Она должна умереть для мира. Это реальная свобода, понимаешь? Это реальное спасение во Христе. Я есть им дверь. А дверь какая? Куда? К Отцу, в Царстве, к Духу. Понимаешь? Бог есть Дух. И вообще жизнь явилась. Вот тело Иисуса Христа, тело Его, плоть Его, это жизнь вечная. Не существует во Вселенной ничего вечного, только Бог вечен. И жизнь вечная, это тело. Вот это тело, оно не вечное, оно порочное, оно с изъянами, у кого болезнь, у кого там дефекции какие-то. А есть радостная вещь для души, совершенная. Прекрасное тело, оно вечное. Вот радость в душе. И это реально все в человеке происходит. А так, что о смерти, вот это, она впечатляет, впечатляют эти всякие случаи, примеры. Все, все сейчас наполнено, как открываю я там ВКонтакте, всякие там, столько всего. И это неплохо. Кого-то все испытывай, хорошего держись, написано. Испытывай. Прочел что-то, услышал что-то. А если хорошее, что хорошего держись. Потому что призванным все содействует ко благу. Даже что-то худое произошло, ты выводы сделал свои. И оно содействует ко благу. Что значит ко благу содействует? В христианине все равно Евангелие совершается, совершается. Христос растет, внутренний человек растет. Но растет только тогда, Сергей, когда умираешь ты. По плоти умираешь. Для мира умираешь. Умерший освободился от греха, понимаешь? Не физически умер, а душа лет из этой плоти. Ну, думаю, многое из этого ты и сам понимаешь. И сам можешь объяснить. Вот относительно, допустим, веры, то, что существует земная церковь. Все-таки нам нужно держаться в предании. Все-таки, как и Господь говорил Коринфянам, Я тебя понял, Сергей, но мне пришло тебе сказать... Сейчас это ушло. Извини, что я тебе... Нет, я еще просто не договорил. Вы вот перебиваете. Я слушаю вас, а вы не даете мне даже фраз сказать. Вот по поводу того, что нам и Господь заповедовал держаться преданием. А где такое? Ну, апостол Павел Коринфянам... Я знаю, я знаю, о чем ты говоришь. Но это искаженное понятие Писания. Он говорит, преданного вам. Преданное Евангелие, учение апостолы предали, они устно предали, понимаешь? И вот этого предания нашего, держитесь, а все иное, и ангел с неба придет. Это не те предания, кто понаписали, понимаете? Вы понимаете, что если мы начнем из головы своей выдумывать различную веру, что кто из нас получится, и что мы будем из себя представлять. Это ужас. Это ужас, если свое. Это ересь. Ума ересь. Царствие Божие превыше всякого разумения. Поэтому мы и держимся предания святых наших отцов, которые писали по духам святым. Ничего подобного. И что бы, у них противоречия не было бы тогда. У них столько противоречий. Да они противоречия, по сути, они ничего из себя не значат противоречия. Смысл-то остается прежним, а противоречия они в малом. А чего они такого написали, Сергей, здраво подумать, чего такого написали. Тебе трудно, конечно, вот ты православный, стараешься, посвятил многое и много-много-много. И теперь тебе как бы непредвзято смотреть, я думаю, даже как, только если Бог даст. Что они такого написали, хоть что-нибудь мне скажи, чего нет в Евангелии. Чего, вот мне не хватает в Евангелии, я... Для того, чтобы нам правильно понимать Евангелие. Нет, все будут... Сергей, понял, понял, все. Это ересь, абсолютное заблуждение. Дело в том, что Господь сказал, все будут научены Богом. А как Богом? Духом святым, наставленным. Понимаешь, я написал вам, хотя вы знаете все. Это еще тогда было сказано, хотя вы знаете все. Понимаешь, я напоминаю, в духе знают все. Христос в нас, Христос в нас. В том-то и дело, на Него надо надеяться. На Христа, который в нас. Слово стало плотью. Вот Его плоть в нас, понимаешь, а в Нем сокрыты все тайны и видения Божии. Понимаешь, Он открывает, если ты ученик. А если не ученик, то ты нуждаешься, конечно, тогда в кем, в ком. В наставниках, понимаешь, в учителях. Это понятно. Вот, к примеру, давайте так подумаем. Живу я один на острове, да? Мне дух бы открыл бы все, о чем вы сейчас говорите. Вот, вы же пришли к этому, почитав многое из тех же преданий. Вы же все подчеркнули оттуда, понимаете, в чем суть. Да я понимаю, не разжевывай мне. Я понял. На острове. Понимаешь, Сергей, мы же с тобой верующие люди. Ты же разговариваешь с верующим человеком. Вы Иисуса Христа, в Бога Всемогущего. Если бы я был на острове, да Бог Он Всемогущий. Он хоть на острове, хоть на дереве, хоть ты там где-то в подвале будешь. Евангелие, вот Господь, когда учеников призвал, не надо думать, что все люди, как бы, вот всем Евангелие. Нет. Нет, ни в коем случае. Вот ходят, раздают и говорят, что нас послал Господь идти проповедовать. Никого. Найди хоть одно место, где апостол в послании или в наставлениях каких советовал или указывал, что идите и проповедуйте Евангелие. Никому. Только ученика послает сам Господь. Никто не может послать. Только он. Но Господь говорит, что Он соберет там, где не сеял. Это не Бог сеет, но Он соберет там, где не сеял. Они как бы сеют, а человек, кто христианин, он от рождения уже христианин. А называться он потом начнет. Невозможно, Сергей, стать христианином вообще. Это невозможно. И родиться невозможно от Бога. Это только Бог рождает. Он помазание делает христианин. Он вот родился, он уже христианин или нет? Он не знает. Он среди детей других играет, все. Но есть среди этих детей, может быть, христианин. Но он еще не знает. И родители не знают. Он уже избранный. Это не так, как... Мы касаемся тех вопросов, которых опасно вообще углубляться в глубину. А мне приятно эти... Нет, что это вещи такие? Это приятно, знаешь, кому слушать. Вот я тебе одну вещь скажу. Ты вряд ли это примешь, например, да. А я когда услышал, мне это по сердцу было. Я тебе сейчас скажу. Если ты поспешишь, ты не примешь. Но если ты подумаешь, может, примешь. А может, сразу, не знаю. Вот не все это дама. Понимаешь? Вот Господь сотворил мужчину и женщину, да. И сказал, погодитесь и размножайтесь. Но у меня по этому поводу есть тот же вопрос. У меня однозначно я это не принимаю. Я не говорю, что мне открыто. Мне приоткрыто. Господь приоткрывает. Но о бездна мудрости и видения Божьей. Понимаешь? Глубина. Вот эти учения. Познание. И Господь приоткрывает. Если тогда разумеешь. И все становится на свои места. Понимаешь, Сергей? Вот археологи, никто не может понять, этнографы, ученые, генетики, что происходит, откуда человек произошел. Вроде находят что-то, копались, а потом, ох, нашли другого человека, который жил там несколько сот тысяч лет назад. Думали, что там что-то происходит. Дело в том, что Господь сотворил мужчину и женщину, сотворил их. И сказал, плодитесь и разумеется. Это не Адам и Ева были, понимаешь? Я считаю, что эти учения очень опасны. И углубляться в них не стоит. Это очень далеко может привести. Нам незачем об этом говорить совершенно. А ничего опасного нет? Что тут опасного? Опасно, опасно очень. Я не считаю опасным. Я думаю, мы можем говорить о том, что нам открыто. Нам не приоткрыто это? Нет, не можем. Ну, как не может быть. Да, я тебе больше скажу, что вот люди, да, люди, ты тоже вряд ли это примешь. Вот в тебе есть всякая тварь. Какая я не знаю. Думаю, и ты не знаешь. Во мне есть всякая тварь. Но некоторые я знаю открыто мне. Это всякая тварь по плоти. Потому что вот племена, племена всякие, племя волков, племя лис, слонов, вот это все люди, понимаешь? Это древние люди, которые вот сейчас даже эти племена, они, им образ Бога, это не их образ. Они все раскрашивают себя, все хотят на животных быть похожи, потому что они, по сути, они животные, понимаешь? Вот эти люди, вот эти племена, которые их сейчас находят. Но они перемешались с людьми в свое время в основном. И всякая плоть извратила путь свой. Когда они были в этих племенах, вот лис женился на лисице. Не то, что женился, а вот жили он. Лиса, как жена, рождали лис. А вот когда лис женился, например, или жил там со слонихой, то это уже пошло... Ну, как-то понятно. А зачем нам такие знания вообще? Для чего они нам? Они нам спасаться дают как-то? Какая позиция? У нас знания простые должны быть, чтобы, как говорится, нам с грехами побороться и душ спасти. А это нам зачем? Ну, кому как, кому как. Вот апостолы, они все знали. Господь дунул дух, чтобы они разумели все. А обо всем этом в тайне написано. Вот сейчас тебе одну вещь скажу. Это очень важно. Этого не разумеют богословы, там всякие книгописатели. Они не разумеют. Что значит, если ударили по правой щеке, да, обрати и другую. Не протився злу написано, да? Вот не протився злу, это как раз это и есть корень этого, да? Ну, послушай, послушай внимательно. Может, ты услышишь. Я надеюсь. Вот не протився злу, если тебя ударили по правой щеке, да, обрати и другую. Не могут понять, как так. А я не смогу, если кто-то мне удар, я буду другой. Дурачок, это же глупо. Это на самом деле глупо, но это духовно, понимаешь? Это означает, это среди верующих. Если брат тебе говорит, мне говорит, что ты согрешил, ты сделал это и это. И он говорит, что на самом деле, а я на самом деле согрешил, понимаешь? А он это делает, он это делает, он говорит как факт, как обличение, понимаешь? Но он не по любви это делает, а выговаривает мне. Ну, по-разному, может там и превозносится, а кто-то с надменем, а кто-то, я, мол, по писанию говорю, а ты вот такой-то. Это он бьет по правой щеке. По правой это значит правильно, за дело, понимаешь? Но делает это не по любви. И запомни, брат, что это зло. Если ты не по любви, если ты недоброжелательно делаешь, правильно обличаешь брата, это зло. Но если тот брат, слушай, если это тот брат, это я, я должен тебя выслушать. Но написано, обрати и левую. Почему? И другую, не левую, а обрати к нему и другую еще. Почему? Потому что, если ты делаешь это не по любви, не в духе святом, не доброжелательно, ты обязательно это приукрасишь, какой-нибудь, ну, треируешь где-то, где-то что-то это, понимаешь? А я не должен тебе отвечать, а этого не было, а это было не так, а я не так подумал, а вот так. Как-то оправдываться, понимаешь? Не давать тебе другую щеку я не должен. Потому что ты обязательно приделаешь что-то свое, понимаешь? Ты понимаешь, да, о чем я говорю? Вот это что значит, обрати к нему и другую. Когда, думаю, ты понял, да? Добрые дела, когда ты в жертву себя. Невозможно сделать доброе дело, не принеся в жертву себя, понимаешь? Ни чем-то ущемить себя во времени, в работе, в деньгах там, или еще что-то, еще что-то физически невозможно. Бог дает, и у тебя выбор тогда, понимаешь? Ты избираешь это чувство, а Бог дает силу. А сила — это чувство. Сила любви, сила ненависти, сила раздражения. Все это сила. Вот духи — это сила. Вот силу, которую дается христианину, это дух святой. Все, других сил нету. Остальные все силы — это от лукавого, от дьявола. Это все сатаны. Все силы. Вот я, например, если дома... А это хорошо в мире считается. Вот я живу, у меня хатка такая, да? Ветхая. А соседи скажут, ну что ж, он так живет, семья, надо построиться. Ну, это хорошо, заботиться о семье и все. А вот другой пойдет, строится, дом, скажут, вот молодец, вот это работящий все. Да ничего, он не работящий. Дело в том, что вот дух, он движет человеком. Он делает, живет по похотям своим, понимаешь? Они живут по похотям своим. Вот похотя дают вот эти нечистые духи. Душа сама по себе, она немощная абсолютно. Она ничего не хочет. Вообще душа, она ничего не хочет. Побуждают духи. Рисовать побуждают, побуждают. Там на сцене прясать, задачи решать, в шахматы играть. Архитекторам, ученым, футболистам. Все это духи нечистые, понимаешь? Побуждают душа. А душа, она, это дух, который в нас. Душа, я думал, что же душа? Я много лет думал, что же такое душа? Может, ты знаешь. Но я пришел к выводу не так давно, что душа, это дух женского рода. Ей всегда нужен муж, понимаешь, в душе. Потому что тот, кто будет ею управлять. И вот тогда будет ей хорошо. И это не то, что она там, кто кому покорился, тот тому и раб. Обязательно душа должна покориться. Но Бог хочет, чтобы она ему покорилась. Он так усмотрел себе невесту. И чтобы она соединилась с духом. Это любовь духа и души. И вот это соединение может быть возможно только во Христе. Только во... Христос это храм внутри нас, где соединяется. И там есть черток брачный. Это тайна сия велика. Напрямую это не написано об этом. Но Господь открывает. И это внутренний человек. А этот ветхий человек, это грешный прах. Ты в прах возвратишься. И возненавидит душу. И вот этот мир, он зловещий мир. Все здесь мерзко. Вот я иногда так смотрю, думаю, какой же омерзительный этот мир. А какой омерзительный я по плоти. Ужас. Но если для души моей это все омерзительно, во свете, когда свет Господь посвятил светом своим, а слово его есть свет, осветил, внутри меня осветил, так посвятил. Я увидел все пороки, все зло, это омерзение. Как говорит, свет принес вам и разум. Да познаем Бога истинного. Понимаешь? И вот когда познаешь Бога истинного во Христе Иисусе, вот сейчас тайну тебе скажу. Сей есть истинный Бог. Вот когда познали Его, написано сей есть. И никто не может это истолковать. И обходят это местописание. Сей есть Бог, жизнь вечная, истинный Бог и жизнь вечная. Это Бог единый. Это никакой не троицы, не двоицы, не четверицы. Бог единый. Это Он в детях, и дети, да будут совершены воедино. Как я в тебе и ты во мне. И они, да будут совершены воедино. Вот Бог единый. Да будет Бог все во всем. Тоже кто что объяснит, в чем во всем. Тоже обходит все во всем. Это все во всем. Все это Бог и дети. Это Дом Божий. Вот Он Бог единый. Но там есть. А в Боге троицы вы не верите, что Бог троица? А что значит троица? Скажи мне. Это три личности, да? Бог это одна личность. Нету. Вот ты в Боге. Если совершится в тебе, понимаешь? Ты и Отец одно. Но ты в Сыне. Это понятно, это такая же тайна. Это непонятно никому. Это нам не откроется здесь, эта тайна тоже. Почему апостола, ученикам все открывать? Вы принимаете, что Бог троица? Бог троица вообще нет такого слова в Евангелии. Но Бог троицы, ну вообще, вы понимаете, принимаете? Нет, конечно. Конечно нет. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Это от языческих времен. У них все троицы и троицы. Много что от язычества перешло. Этот Константин там перетянул. Так фрагменты я слушал. Все, все какое-то... Ну, назови мне в Писании, в Ветхом Завете, в Новом Завете. Да что там? А он просто испещрен этими вот намеками на троичность Бога. Новый Завет. Не так, Сергей. Абсолютно ничего общего нет. Я не знаю, я вижу... Послушай, сын, тебе еще тайну скажу. Не так давно мне все приоткрывается. А откуда они тайны? Откуда они берутся? Тайна? Тайна в Боге, во Христе. Да ну хватит. Вы путаете просто. Вы путаете эти тайны. Они, возможно, не от Бога. Но если ты не принимаешь, я с тобой разговариваю, ты можешь принять, можешь отвергнуть, можешь посмеяться. Это уже твое личное дело. Если бы не знали, невиновны были бы. Не, ну я то, что... Я согласен на то, что не принимаю. Я не знаю, ты сейчас критикуешь, откуда, а может не от Бога, а может там дьявол, там все... Не, это не я сомневаюсь, я точно знаю, что это не от Бога. Я вам говорю, что вы подумаете, может быть, это не от Бога. А я точно знаю, что это не от Бога. А, ну тогда оставайся. Оставайся с троицы, четверо, три, три демона, которые там на деревяшке сидят. Это три каких-то там уродица. Это уроды, понимаешь? Я смотрю на вот этих уродов, которые там... Ой, все, вы начинаете хулить, все, я ухожу, все. Вот, Богом.